Добрый день, друзья! И снова с вами компания Хайер. Я ее оригинальный менеджер Кобецкой Сергей и технический специалист Кавачев Юрий. Добрый день! Сегодня мы представим вам новинку нашего модельного ряда газовый на стены кондиционный котел Хайер серии Greenline. Данная модель выпускается в одноконтурном исполнении в мощностях 20, 26, 30 и 35 кВт. Юрий, расскажите нам о особенностях данного оборудования. Коллеги, перед нами котел мощностью в 35 кВт. Как вы видите, компоновка кондиционного котла, но это кондиционный котел. За счет чего происходит повышение эффективности данной модели. Помимо обычного основного теплообменника, который выполнен из бескислородной меди, данная модель имеет второй теплообменник, так называемый экономазер. Экономазер предназначен для подогрева остывшего теплоносителя, который возвращается из системы отопления. Как работает экономазер? Принцип довольно-таки простой. Остывший теплоноситель, который поступает с обратки системы отопления с температуры ниже точки росы, поступает изначально в экономазер. В экономазере теплоноситель подогревается энергией, которая появляется при переходе газообразного состояния дымовых газов в жидкость, то есть появляется конденсат. Это процесс экзотермический, процесс с выделением тепловой энергии. И данная энергия нагревает остывший теплоноситель. Далее теплоноситель уже подогретый поступает в основной медный теплообменник, где догревается до установленной клиентом температуры, при этом происходит хорошая экономия газа, и уже подогретый теплоноситель уходит в систему отопления. Подскажите, какова эффективность данного котла? Модель котла имеет эффективность более 105%. За счет чего это происходит? Опять же, мы с вами возвращаемся к эффекту конденсации. Остывший теплоноситель, который поступает в котел, должен иметь температуру ниже точки росы. Температура точки росы – это 55 градусов для котлов, работающих на природном газе. То есть, если теплоноситель возвращается из системы отопления в котел с данной температуры и ниже, как раз в экономазере и произойдет выделение конденсата, подогрев теплоносителя, и при этом котел получает такую повышенную эффективность. Юрий, для каких систем отопления предназначено данное оборудование? Есть заблуждение, что конденсационные котлы рассчитаны только для работы с теплыми полами. Но, как большинство из монтажников и из вас знают, что современная система отопления не только теплыми полами, но и радиаторная система на данный момент работает в очень низких температурных режимах. То есть, так называемое, клиент получает доброе тепло. Радиаторы, работающие на режимах 60-40, 50-30. То есть, вы видите, что обратка системы отопления всегда опускается ниже точки росы. Юрий, как с данным котлом можно реализовать горячее водоснабжение? Как любой одноконтурный котел, данная модель подключается к бойлеру косвенного нагрева. Для этого в комплекте с данной моделью идет трехходовой клапан с двигателем и датчик бойлера. Юрий, какие еще конструктивные особенности присутствуют в данном котле? В моделях GreenLine установлен вентилятор с переменной частотой вращения, вентилятор с питанием 36 вольт. Также, что из интересного, это датчик уровня конденсата в экономазере. В случае проблемы с удалением конденсата котел не будет страдать от этого. Инжекционная горелка с трехступенчатой газовой рампой. В чем особенность трехступенчатой газовой рампы? Данная модель имеет минимальную мощность 3,5 кВт. Также, что здесь можно выделить? Это насос трехскоростной с напором в 6 метров и уникальной конструкцией газовый клапан. Юрий, спасибо за технический обзор данного котла. Хотелось бы добавить, при доступной цене котлы GreenLine имеют высокий уровень комфорта и безопасности. Коллеги, если у вас остались какие-то другие вопросы, пишите все в комментариях.